Здравствуйте. Я предлагаю сегодня поговорить о робототехнике. Помните, такое слово есть? Робот. Кстати, робот – это слово славянского происхождения. Славянское происхождение, да, слово работа. Да, вот так вот. Карл Чапек написал пьесу Рур «Россумские универсальные роботы». Пьеса такая была злободневная на политическую тему. Где-то там роботы на заводе работают, сами себя делают на конвейере. Эти роботы что-то такое там производят. Естественно, конфликт происходит у роботов с хозяевами. Их они, хозяев-то, и прикостромили. Вот такое, так сказать, чешского происхождения слово «робот». Но потом так оно и прикрепилось, роботы. Немцы называли робот-лиц, война машин. Во время Второй мировой войны Германия применяла против Великобритании вот эти вот ракеты с дистанционным управлением. Ракеты знали свой маршрут, у них была инерциальная система наведения. И они его корректировали во время полета, летели по нужному маршруту. И, в общем, предполагалось, что должны попасть в какую-то свою цель. Точность у них, правда, была невысока, но тем не менее, вот, сам по себе, сам по себе роботы впервые на войне таким образом использовалась Германия. Так что относитесь к слову «робот» достаточно спокойно. Это нечто, некий автомат, по сути дела, который выполняет какие-то вот операции, функции. Ну, автомат, автомату рознь, конечно. Вот, например, автопилот в самолете. Он же неким корректировкой своей работы занимается. Он выясняет, насколько он сильно отклонился от маршрута. И корректирует его, да? А, в принципе говоря, одни из ранних такого рода автоматов, они, значит, в изобилии стали появляться в Европе, это какой-нибудь, значит, как механическая игрушка, но очень сложная. Вот, в моё время дети очень часто сталкивались с заводными игрушками. Вот заводная игрушка – это тот самый робот, который должен что-то делать. Машинка ездит там, да? Бывала какая-то обезьянка, которая карабкается по проводу. А вот этот мальчик, тоже автомат, он сидит за столом и что-то там пишет. У него была заложена такая программа механическая, да? Которую он исполнял всего-навсего. Этот автомат самый, пожалуй, что скучный и примитивный. Он выполняет только одну программу. Ну, надо вам отметить, что уже в ту пору возникали проблемы. Вот это, например, механический турок, так называемый, да? У этого механического турка он что-то там делал, поворачивался. Видите, ему нужно было имитировать достаточно сложное движение человека. Ну, на пути создания человекоподобных роботов в наше время есть одна очень сложная вещь, которую нужно реализовать для этого. Это то, что наш телесный механизм, он имеет очень много степеней свободы. Что мы только не можем сделать. И плечами пожать, и руками пошевелить. Очень много всяких движений. Я даже затрудняюсь сказать, сколько именно степеней свободы мы имеем, да? Значит, такой степень свободы. Вот, например, сейчас объясню вам. Вот представьте себе совсем простой механизм. Значит, стрелка, закрепленная на оси, как в часах. Вот у нее одна степень свободы. Тот угол, на котором она находится. То есть, на какую цифру она показывает. Вот и вся степень свободы. А если этой стрелке дать еще не только вот так вот, но еще и в другой плоскости крутиться, уже две степени свободы. А представьте себе, что мы можем позволить этой стрелке еще вот свою ось немножко вверх-вниз двигать, вправо-влево. Еще появляются степени свободы. Вверх-вниз, это еще одна степень появилась, уже три степени. Вправо-влево, еще одна степень, уже четыре. Вперед-назад, уже пять степеней. А вот сколько мы всяких движений, вот у нас каждый палец, какие сложные движения делает, вот степени свободы огромное количество. То есть, сделать окончательно, правдоподобно, похожего на человека, человека подобного робота, ну, очень сложно. Кстати, непонятно, для чего его делать. Только что для каких-то спортивно-развлекательных целей. Вот мы сумели скопировать, да? Ну, только что ради этого, вот, да? Это, типа, сделать так цветок, чтобы нельзя было отличить от настоящего. Вот, ну, сделать так игрушку, чтобы нельзя было отличить вот от настоящего объекта, который он имитирует, там, куколки или еще чего-нибудь. Вот, то есть, весьма сомнительно. Роботы, они имеют практическую цель. Пожалуй, что самыми совершенными роботами в свое время, это конец 18-го, начало 19-го века, были так называемые жаккардовые машины. Вот, посмотрите, что такое. Это связка, ну, как сказать, не связка, это, скорее, цепочка следующих связанных одна с другой, вот. Так как вот бесконечная лента, стоящая из перфокарт. Перфокарты, вот, попадая вот в эту жаккардовую машину, перфокарты сталкиваются вот с таким вот считывающим прибором, на который вот погружает в эти дырочки, значит, свои щупальца, да? И, значит, если прошел, если есть дырочка, значит, вот есть некая позиция, которая означает считывание, там, скажем, единицы, там, или нолика, да? Понимаете? То есть получается некий такой вот, по сути дела, двоичный код длинный, который на что указывает? Который указывает на различные действия, которые должен выполнять этот, так сказать, станок. Жаккардовый станок – это ткацкий станок, который выпускал, так называемые, жаккардовые ткани. По вот этой программе он мог ткать определенный рисунок, узор. Помните, мы как-то говорили с вами про ткацкие станки, и говорили там так, что вот цвет можно менять, но просто поднимая или опуская те или иные нити основы. Вот он их и поднимал, и опускал. Жаккард вообще вот понимал одну такую вещь, что начне он заниматься бизнесом вот такого рода, съедят конкуренты. Да просто убьют, потому что он лишал своих конкурентов очень выгодной статьи бизнеса, вот это вот ткачество, ручного ткачества тканей, да, которые приличных денег стоили. И он, значит, решил свою разработку подарить государству своему французскому, тогда там Наполеон у них был самый главный. Ну, Наполеон-то и подарил. Ну, под покровительством Наполеона он и существовал. Наполеон, значит, за государственный счет купил у него его изобретение, и оно стало широко внедряться. Так вот, счастливым образом, вот изобретатель вот как-то вот не пострадал от своего изобретения. Это здорово, это не всегда бывает, не всегда так бывает. Вот. Это вот типичная система такого рода вот жаккардового станка, который использовался, могла использовать в самых разных вещах. В принципе говоря, замените вот этот вот набор перфокарт, скажем, перфолентой, да, и вот у вас тоже вот механизм, аппарат, да, некий автомат. Вот такой вот автомат, работающий по определенной программе. Чем такой автомат отличает, скажем, от заводной игрушки? Заводная игрушка работает по одной определенной программе. А тут эти программы можно менять, настраивать, да. Вот, изображение ткать, почти фотографическое такое вот, или, как сказать, типографское изображение, значит, картинок можно было ткать с помощью жаккардовых станков. Ну, это было уникальные, так сказать, рекордные вещи. Но все равно это массовое, массовое производство жаккардовых тканей, это было здорово. Другое направление техники, это вычислительная техника. Вот в нее вот это вот жаккардовое программирование, оно попало не сразу. Долгое время очень популярны были фактически некие программируемые аппараты, но механические программирования. Вот это вот арифмометр, да, вот слева особенно хорошо он виден. Посмотрите, там вот такие дуги, на которых нужно установить наверху, можно я скажу слово пипочка, такие пипочки, да. Вот, вы таким образом набираете число на этом арифмометре. Программа там несложная. Это сложение и умножение, в основном вот такие вещи. Что-то надо там вращать, вращаются эти пипочки на валу, определенное количество сдвигают цифры вот внизу, значит, последовательность цифров, да, выскакивает. Вот эти вот действия арифметически выполняли. К этим арифмометрам относитесь очень уважительно, потому что именно на такого рода арифмометрах, значит, многие расчеты выполнены. Потому что, помните, я как-то вам рассказывал про то, как Тихо Браги пригласил себе в соавторы, значит, человека, который обладал плохим зрением, то есть он не мог быть астрономом, Иоганн Кеплер, по-настоящему, но зато мог рассчитывать, расчеты проводить. И вот он, значит, будучи его соавтором, стал, на самом деле, автором законов Кеплера, значит, проведя хорошо расчеты. Ну, вручную приходилось делать. Уже в более позднюю эпоху, когда приходилось рассчитывать, скажем, траектории планет, которые, возможно, находятся за орбитой урана, например, Нептун, да, вот уже использовались счетные машинки, арифмометры. В эпоху создания ядерного оружия приходилось большое количество расчетных работ проводить, а компьютеров еще не было. Не было. Как это делать? Проводились они с помощью арифмометров. Причем вот эта вот задача делилась на множество мелких фрагментов, и каждый расчет делал один человек на арифмометре. Кстати, вот совсем не обязательно у него был ручной арифмометр. Значит, уже в ту пору, в 40-е-50-е годы, появился арифмометр с электрическим приводом. То есть, вы набираете на пипочки числа, которые перемножают, нажимаете на кнопку, электрический двигатель все это проворачивает. Иначе там просто руку отболтаете, да? Достаточно сложно было на них крутить. Вот. Ну, арифмометром пользоваться было удобно. Меня когда-то учили, я даже умел пользоваться арифмометром, да? Их одно время даже продавали в магазинах, когда уже рынок стали захватывать, калькуляторы электронные, да? Ну, вот некоторые покупали арифмометр просто вот на память об ушедшей эпохе. Я тогда арифмометр не купил, а купил я тогда логарифмическую линейку на память об ушедшей эпохе вычисления. Я все больше на логарифмической линейке тогда считал. Вот такие вот дела. Это тоже своего рода автомат, которым мы задаем программно очень простой. Можно его назвать роботом? Едва ли. Вот более сложная вычислительная машина. Видите, вот тоже механическая. Тут уже много, значит, задаваемых величин. Вот каждый циферблатик, своя стрелочка. Там можно задавать величинам. Когда все это получается некая заданная программа, она вот так вот может работать. Механический вычислитель некоторый. Очень замечательная вещь по-своему. Ну, конечно, уже ушедшая в прошлое. А вот это, посмотрите, это вот астрономический вычислитель. Это, там ведь нужны очень точные расчеты в астрономии. Это вот такая вот сдвоенная модель арифмометра. Видите, они как вместе. Это вот в музее астрономии фотографии сделаны. Это на таких вот сдвоенных вычислителях проводились особо точные расчеты, скажем, орбит, комет и астероидов. Это тоже своего рода робот, да? Но по-настоящему-то, конечно, эпоха роботов началась с появлением электронных ламп. На этих электронных лампах стали появляться электронно-вычислительные машины. И тогда же появилась мысль. А ведь электронно-вычислительная машина, в силу того, что она очень производительна, может имитировать очень сложные программы, на самом деле, программы действий сложных. В конце концов, машина может научиться разговаривать, да, с людьми. Ну, по крайней мере, текстом. Текстом. Значит, печатными буквами. Подбирать ответы и выдавать, да? Если то. Ну, если вы писали какая-нибудь программа на каком-нибудь очень простеньком языке, типа Basic, да? Ну, вот, например, вы можете там запрограммировать, выдачить какое-нибудь сообщение, да? Типа ошибочно введены исходные данные, да? Когда у вас там, например, деление на ноль получается, да? Или вычисление корня квадратного из отрицательного числа. Ну, вот такие вот можете ввести. Вроде как человек с вами ропщается, да? Некий, можно назвать элемент, хотя, конечно, это в шутку, искусственного интеллекта. Правда? Вот. О роботах, значит, заговорили ближе к сороковым годам. Уже стали активно использовать это словечко «робот». Пожалуй, что пионером художественного освоения этой темы был Айзек Азимов. И вот, пожалуй, что вот робот – это такой важный объект, работа с которым долгое время велась исключительно умозрительно, еще и в художественной сфере. Все-таки, несмотря на то, что Айзек Азимов еще и ученый, он все-таки еще и писатель. И с роботами он работал как писатель, вот, вымышленными роботами. Тогда же были придуманы законы робототехники о том, что должен делать робот. А вот робот вот не должен ничего такого делать, чтобы могло повредить людям. Он должен выполнять все их приказания. Вот, если человек отдает приказание, которое может ему повредить, он, значит, вот не должен его исполнять. Вот такого рода вот законы робототехники тогда были сформулированы. Хотя непонятно, это было вообще такое светлое и достаточное время, 50-е годы, после войны. Война-то ведь недолго продолжалась, Вторая мировая, так вот, исторически. И какая-то вера такая была в светлое будущее. Что у них там за океаном в Америке, что у нас здесь в Советском Союзе. Мы верили в коммунизм. Они тоже во что-то светлое и хорошее, в могущество человеческого разума. Ну, и то, что роботы могут использоваться только в положительных каких-то целях. Ну, типа, как обслуживающий персонал, ну, такой вот роботский, да? Вот. И играли в это время долго. Вот, не задумываясь особенно о, значит, механическом исполнении, фактическом. Однако, ну, скажем, некоторые проблемы такого социального плана ставили. А вот если появится робот, ну, вот очень похожий на человека, полностью его имитирующий. Как отнесется к этому люди? Ведь, наверное, негативно. Наверное, потом, это в фантастических рассказах так все это дело и романах разбиралось. Наверное, потом придется отказаться от таких человекоподобных роботов. И роботы будут вот чисто функциональны, да? Типа, подай, принеси, там, тележечка, которая что-нибудь вам привозит. Ну, вот вам и робот, да? Вы сформулируете заказ, она его выполняет. Робот-эфициант. Это не обязательно человек, который к вам подходит, там, походкой, что-то спрашивает, разговаривает, пылинки смахивает. Совсем не обязательно. Так считали. Хотя, сейчас, а вот давайте сейчас подумаем, что же случилось позже. С развитием электронно-вычислительных машин. Это, кстати, одна из передовых советских машин. Из, так называемой, серии ЕС-ЭВМ. Нужно сказать прямо. Вот это вот ЕС-1052. У нас было два направления в развитии компьютеров. Одно направление, скажем, развития отечественных компьютеров. Сугубо на отечественной базе. Называлась машина БЭСМ. Большая электронно-счетная машина БЭСМ. БЭСМ-6 такая была популярна. И серия ЕС-ЭВМ. Единая система. Единая система ЭВМ. Это, как подразумевалось, единая система в рамках социалистического содружества. А на самом деле это была некая копия американских IBM-овских компьютеров. Вот вы сейчас живете в эпоху, когда компьютеры вообще все, что угодно вам могут сделать. Любые картинки нарисовать, любые игры с вами поиграть. А я-то еще помню те времена, когда программу для компьютера мы набивали на перфокартах. С этих перфокарт она должна была быть считана. После этого она выполнялась. И здесь вещь о каких-то расчетах, а не об обработках изображения. Об обработке изображения или об генерации какого-то, так сказать, мультика такого. Вот Титаник смотрели, вот этот весь Титаник тонет, переворачивает, что это на самом деле мультик. По-нашему говоря, по-стариковски. Это вот картинка, сгенерированная с помощью компьютера. Компьютер по своим законам нарисовал вот этот вот разламывающийся и тонущий лайнер океанский 1912 года. Вот. Это картинка была. Компьютер сгенерировал. А то в то время про это не говорили. Быстродействия не было. Я еще помню те времена, когда вот у персонального компьютера, были такие уже, стали появляться, там память там 250 мегабайт оказалась очень большой. О, 500 мегабайт, это куда ж такую память, вообще непонятно. Огромная память. Куда столько, что туда? И как куда, что туда встало вставляться? А что? А я вам сейчас расскажу, что. Дело в том, что стали усложняться программы. Вот как раз очень сложная программа начинает приобретать черты искусственного интеллекта. Ну, вы знаете, есть такой, как называется, код, то есть не код, а тест, тьюринга его называют. Вот, дескать, если, значит, вы общаетесь с компьютером, ну, например, через клавиатуру, да, значит, что-то ему там какое-то сообщение, он вам отвечает. Вот, значит, если вы не сможете отличить человека от компьютера, который с вами общается, вот, дескать, вот искусственный интеллект вот некий, вот преодолел вот этот тест. Это все правильно, наверное. Но не в этом смысл интеллекта, конечно, не в то, чтобы пообщаться с вами. Это интересный тест, безусловно. А дело в том, что когда компьютер работает по определенной схеме, по определенной программе заданной, то, в принципе, результат его нам известен. Работа может быть и предварительно вычислен. А вот представьте себе, что компьютер решает очень сложную задачу. Ему нужно поступать код «если то», а вот «если так», надо как-то скорректировать свое поведение. И в конце концов, когда большое очень нагромождение всяких действий, которые мы заранее, так сказать, продумать, предусмотреть не очень-то и можем, и иногда от компьютера мы получаем некий неожиданный результат. Понимаете? Неожиданный результат. Он что-то такое творчески совершил. Некая имитация. Искусственным интеллектом. Все-таки искусственный интеллект – это не синтетический интеллект. Вот понимаете меня, есть понятие «синтетический материал», он такой же, как настоящий, только вот мы синтезировали. Есть искусственный, такой эрзац, такой заменитель. На самом деле это не тот материал. Ну, просто он похож, как есть... Вот и бывает, так сказать, кожзаменитель, знаете, да? Это вот искусственная кожа для обувной промышленности. А вот синтетическая кожа, она была бы точно такая же, как настоящая. Ну, такой вот нет еще синтетической кожи. Синтетический сахар можно сделать, да? Это химическое вещество, оно будет идентично тому, что для нас растения синтезируют. А тут вот интеллект, он будет очень похож на наш интеллект своей непредсказуемостью. Ведь чудное свойство человеческого интеллекта в том, что мы можем ошибаться. Причем мы можем совершать поступки, которых компьютер не совершит. Мы можем какие-то делать глупости. Вот это и есть особенная черта интеллекта. А без этих глупостей мы многого бы человеческого не сделали. Ведь не изобретали бы мы тогда, да? Ну, полюбуйтесь на старинную технику. Мне-то она просто мила, потому что это техника моего детства, моей молодости, да? Это вот перфолента, с которой, значит, там считывается, по-моему, в данном случае программа некая, записанная на длинную-длинную перфоленту. С жужжанием она где-то пролетает, в другом конце ее нужно поймать и скрутить тоже в трубочку. И вот закачали сюда какую-то программу. А это вот широченная-широченная магнитная лента. На нее сбрасывался обычно промежуточный расчет или результат, или хранились исходные данные. Это очень замечательная вещь. Это, кстати, очень широкая лента. Я еще видел чуть поуже, это еще вообще... А вот это, во-во-во-во-во, это магнитный диск. Видите, такая вот целая пачка дисков, их тут много, около десятка, наверное, да? Вот. И вот на них, значит, на этих магнитных дисках магнитные головки в специальном магнитофоне, не магнитофоне, а как дисководе, записывали и считывали информацию. Это замечательное их свойство было в том, что, в отличие, скажем, от ленты, вы могли подобраться к любому месту записанной информации, вот, ну, в принципе, очень быстро. Не надо было перематывать всю катушку, а вот сразу вот головка, значит, магнитная головка в нужное место транспортировалась и считывалась так. Кстати, наши современные диски устроены, только они гораздо меньше размером. А это вот такие вот магнитные диски, очень, очень такие примитивные, очень мало информации содержащие. Ну, а это вот вершина прогресса. Это называется алфавитно-цифровое печатающее устройство, АЦПУ. Широкая бумага, и по ней, значит, эта бумага ползет, и по ней сразу бьется целая строка букв. Каждая позиция – это такая длинная, длинная штанга, на которой много букв. Она вот на нужную длину, эта штанга высовывается, потом каждая на нужную длину, каждая свою букву, и сразу хлясь по этой бумаге. А бумага ползет по металлическому листу, и как будто это работает пулемет. Вот это называется АЦПУ. Крышка эта, кстати, поднималась, но тут она вот опущена, вот так вот поднимается крышка. Ну вот, и можно эту бумагу было посмотреть, снять. Когда заминали бумагу, вот это надо было поднимать. Бумага сзади выползала, оторвал вам этот самый оператор ЭВМ, и все, и вы с этой бумажкой, значит, пошли смотреть, что он вам там распечатал, какую ошибку нашел в вашей программе. Может, потерялась перфокарта, например, да, надо ее заново набить. О-о-о, это целая песня была. Вы сдавали вечером на счет программу, утром приходили и получали результат, и анализировали его, потом писали изменения в программе. Сравните с тем, как вы пишете сейчас программу, да? Правда? Так вот, для быстроты печати была придумана специальная пишущая машинка с одной печатающей головкой. Вот она. Просто она поворачивается нужной стороной к бумаге. Это, кстати, игрушечная пишущая машинка, кстати, игрушечная, очень маленькая, детская, вот с такой печатающей головочкой. Вот она поворачивается нужной буковкой, бум, бьет циферку. Вот такие вот печатающие машинки с такими головками. Вот на самом закате эры больших электронно-вычислительных машин, которые требовали для своей эксплуатации целого огромного помещения с кондиционированным воздухом, вот они как раз вот на таком принципе работали, наверное, последние принтеры. Но потом появились малогабаритные машины, использующие очень маленькие процессоры, но мощные. Современные наши ноутбуки и все эти нетбуки, они по мощности не меньше, я думаю, тех вот больших компьютеров, что на наших конторах, предприятиях занимали целые этажи. Ничуть не меньше. И, кстати, удобнее в работе, между прочим. Да, а вот это, кстати, то, чего у нас обычно нет. Это граф-построитель, он рисует картинку. И, кстати говоря, с помощью этого граф-построителя можно не только рисовать, но и скалывать, считывать чертеж какой-нибудь, да? Тогда стали появляться, тогда, значит, в 70-х, 80-х годах, система автоматизированного проектирования. Вот, эти системы автоматизированного проектирования, тоже своего рода искусственный интеллект, они должны были по исходным данным спроектировать какой-нибудь объект, да? Ну, например, там, я не знаю, крыло самолета, или что-нибудь попроще, способ там упаковки товара в коробку, да? И выпустить всю конструкцию документацию на него. Вот это называлось система автоматизированного проектирования. Ну, как-то в наше время это как-то все как-то ушло куда-то за кадр, как-то вот я сейчас не замечаю. То ли это так внедрилось, что уже мы его и не замечаем после внедрения, то ли вот что-то еще, не знаю. Ну, вернемся к роботам. Вот это один из первых видеоизображений роботов. Это 20-е годы, фильм, так сказать, «Метрополис», режиссер Фридс Ланг. Это такой немецкий фильм. Кстати говоря, его очень любил Гитлер, он очень нравился Гитлеру, несмотря на то, что Фридс Ланг был еврей. И, значит, руководство нацистское Фридсу Лангу предложило возглавить немецкий кинематограф. Ну, Фридс Ланг сразу после этой беседы быстренько уехал за границу, эмигрировал. Не дай бог, что-нибудь будет. Вот видите, вот такой вот женщина-робот. Вот. А рядом удивленный человек. Да, а это вот роботы такие. Вот они какие вот были в мечтах тогдашних роботы. Вовсю пошли роботы в искусстве, не зная, как их устроить на самом деле. То есть тут, напомню, искусственный интеллект, теперешние уже маленькие чипы позволяют его как-то вот имитацию эту сделать человека, да? И механика. Механика. Механика, которая позволяет все правильно двигаться. Механика роботов, пожалуй, вот это самое сложное. Как там компьютерные программы пишутся? Ну, это мы примерно представляем. У нас у всех теперь есть свои, значит, компьютеры, в которых там масса программ для нас кем-то написанных работает. И что-то за нас даже делает. А вот как мышцы роботов. Помните, я вам показывал эту турку в самом начале, механическую, так называемую, игрушку? Ну, первое, что приходит в голову, и это часто использовалось, называется это манипуляторы. Иногда было такое название робот-манипулятор. Электрический привод приводит в движение систему разных вот механических тяг. Например, что-то там, тяга просто вот, ну, ременная почти что тяга, да? Только не ремень используется, а какой-нибудь тросик такой, да? И вот он вращает вот сложную систему. Эти системы использовались в качестве робот-манипуляторов при работе с радиоактивными веществами, с ядовитыми веществами. Сидит человек и, значит, управляет этим манипулятором, да? Этот манипулятор повторяет его движение. Фактически это некий, получалось, что у нас, сказать, киборг, да? Помните, есть такое словечко «киборг»? Это значит, вроде как робот механический, но мозг у него человеческий. И вот, пожалуйста, вроде как робот механический что-то там берет руками, какие-то там, значит, радиоактивные вещества, но на самом деле им управляет человек издалека, да? Вот, фактически, вот это и есть киборг, фактически. Любой автомобиль – это киборг, если им управляет человек, да? Получается, что так. Получается вот такие вещи. Но сказочные вот эти киборги – это такие человекоподобные существа, которые, в общем-то, без человеческого тела, но вот с мозгом. Помню, был такой детский фильм, назывался он «Инспектор», «Инспектор». Короче, он весь стал из частей. Пока он жил, он весь растерял, все, кроме головы. Я потребовал ему только в механическую грудь вложить еще настоящее любящее сердце, да? Вот. «Инспектор Гаджет», вот как назывался. Такое детское совершенно кино, наивное. Но, тем не менее, вот тот был киборг, да? Весь стал механическим. Ну, кстати говоря, идея заставить двигаться, ну, скажем, протез какой-нибудь руки, да, механический, силой мысли, она вот регулярно появлялась. Помните, в советское время даже демонстрировали успехи, да, в этом плане. Вот человек силой мысли заставляет некий протез руки, значит, брать рюмку. Вот почему именно рюмку, я не понимаю, инвалиду надо было брать, как-то очень двусмысленно. Ну, имелось в виду то, что все-таки тонкая работа, рюмчик стекляненькая, с тоненькой ножкой, и вот этот протез ее берет, а приводится в действие силой мысли. Но вернемся к механическим мышцам. Вот эти всякие электродвигатели, которые электромеханику приводят в действие, ну, это как-то, ну, мягко говоря, не очень. Потому что, во-первых, грубоватенько, грубоватенько приводится в движение все этот механизм, а во-вторых, сам механизм уж больно механический, да, уж больно трудно с помощью этого механизма имитировать сложные движения различные. Хотя некоторые движения достаточно, ну, как бы взял деталь, закрепил в патроне, да, на токарном станке. Наверное, это можно сделать. Двигатели электрические позволили делать очень маленькие тонкие движения, вплоть до нано-движения. Что это за двигатель? Это не просто вот вращается. Есть такие всякие слова, названия. Шаговый двигатель, пьезодвигатель. В пьезодвигатель вот этот пьезогенератор приводит что-то там такое в движение, рабочий орган. Это рабочий орган, вот эти маленькие колебания, да, понимаете, он как раз вот за счет этих маленьких колебаний, ну, фактически очень высокой частоты, совершает вот некое перемещение, ну, очень тонкое, мелкое, маленькими шажками. Говорят, даже нано, нано-шажками такими, ну, что, 10 минус 9 метра? Не знаю. Ну, вот говорят, что можно. Есть две альтернативы. Одна альтернатива все никак не заработает. Сколько я вот себя помню, все про это говорят. Есть полимеры, которые при подаче на них напряжения могут, значит, сжиматься или растягиваться. Вот такие вот электрочувствительные полимеры. Вот хорошо было бы эти полимеры использовать в качестве мышц. Уж где только этого не было, да. Какие-то были сказки даже вот детские, в которых вот такие вот, значит, механические руки крутили какие-нибудь колеса в автомобиле. Вот такие вот сделанные. Ну, не получается. К сожалению, эти полимеры, во-первых, недостаточной мощностью обладают, да, под действием электрического тока. Во-вторых, совершенно недостаточной прочностью. То есть, делать из них такие полимерные мышцы не получается. Зато, а не представляете, был найден выход в плоскости, так сказать, разработки конечной части привода в этой механической. Что такое мышцы у нашей? Это нечто, что, например, может, сжимаясь, да, она сжимается и так вот уширяется, и укорачивается. Или, наоборот, растягивается и становится тоньше. И так наши мышцы работают. Да, вот сожмите вот руку, да, видите, как мышцы там наши напрожились, но они сократились. Или растяните, они удлинились, но, значит, вот уменьшились поперечники. Так вот, окажется, можно сделать механическую систему, которую приводят в систему, состоящую из, значит, тяг механических. Они никакие, через никакие блоки не переброшены, эти тяги, а просто непрерывная сетка. И это пространство внутри этой сетки заполнено, ну, скажем так, эластичными емкостями с жидкостью. И если вы эту жидкость подаете под давлением, да, то за счет этих вот самых тяг, они с ними, может, все что угодно, сложные системы тяг, может заставить под действием давления, например, сжаться эту мышцу. Или, наоборот, растянуться, все что угодно. И вот это вот и получается, вот это вот удается сымитировать вот это вот движение мышц. С учетом того, что подавать давление может некий насос, электромеханическая система, это достаточно все, как сказать, очевидно и просто. Количество мышц, которые есть в нашем организме, явно оно ограничено. Если вы будете копировать, значит, работу сложного такого аппарата, типа человека, то, в общем, можно обойтись конечным количеством вот этих вот нагнетателей жидкости и скопировать движение человека. Говорят, что скоро такого рода люди, механические, почти неотличимые от человека, скоро должны, говорят, появиться. Вот-вот уже должны появиться. Ну, сложность-то все-таки остается с интеллектом. Сделать внешний вид, как у человека, это можно. Можно. Ну, кстати говоря, передовиком в роботостроении традиционно является уже не одно десятилетие Япония. Японцы производят промышленных роботов. Это не значит, что эти роботы, значит, кланяются и говорят по-японски. Это значит, что они просто делают какие-то операции, да. Регулярно проводят международные выставки промышленных роботов. Этот промышленный робот должен, во-первых, какую-нибудь заготовочку взять и куда-нибудь ее отправить. Это обычная его работа, да. То есть он заменяет человека. Человека. Может быть, в опасных, вредных условиях. А может, просто не хотят этому человеку платить зарплату за работу. Слишком много просят. И робот его должен заменить на этой работе. Ну, у робота, кроме вот чисто механического перемещения деталей, а здесь, как видите, никаких этих сложных мышц искусственных, про которых я вам говорил, нет. Я все тихо, мирно взял, положил. Единственное, что здесь нужны у роботов органы чувств. Он должен чувствовать температуру, желательно должен почувствовать фактуру объекта. И вот такого рода органы чувств уже механические стали появляться. Они, между прочим, эти органы чувств иногда используются не роботами, а людьми. Как-то у меня на выставке показывают такой орган чувств, очень длинный палец, скажем так. Вот представьте себе, производится медицинское обследование. Есть такое обследование, которое производится через маленький прокол. Водится, например, в волоконный световод, по которому, значит, можно разглядывать изображение внутри организма. Таким образом можно рассматривать внутренние органы наши. А вот взгляд не разберешься, надо потрогать. Понимаете? Вот что это такое за выпуклость? То есть она твердая внутри или мягкая, на ощупь. Вот когда врач что-нибудь трогает руками, ну, как-то возьмешь в руки, сразу понимаешь, в чем дело-то, правда? И вот был скроструирован такой длинный-длинный, можно сказать, палец, который можно было ввести в прокол внутри организма и потрогать на ощупь, вот что-то такое. Он давал некую информацию, значит, человеку, который, врачу, который, значит, пользуется. Таким образом, вот эти, так сказать, тактильные органы чувств, вот они вот уже, можно сказать, на очереди могут появиться и у промышленных роботов. Это, кстати, очень такой робот моего детства. Значит, про него писали все молодежные научно-технические журнальчики. Это робот-экскурсовод. Он сейчас, ну, до последнего времени стоял в политехническом музее. Он там должен был отвечать на какие-то вопросы, типа проводить экскурсию. Вот такой вот замечательный робот, да? Вот я его с детства помню и регулярно встречал его в музеях. А это вот, это вот ближе к нам. Это, его тоже надо роботом называть, это робот-присутствие. Это машинка, значит, имеет уши, скажем так, имеет видеокамеру и громкоговоритель. А где-то там, на другом конце, находится человек, который вот тут присутствует с вами. Робот достаточно вот такой вот скучный, передвигается на колесиках. Ну, что, передвигается, тем не менее, да? Говорят, что с помощью таких роботов инвалиды могут, ну, например, учиться, да? Вот приезжает такой робот вместо инвалида куда-нибудь в институт, слушает лекцию, задает вопросы, да? Ну, только у него нет ни руки, ничего, а так все остальное вот заменяет. Такие роботы-присутствие вот бывает нужны, ну, например, для работников охраны, да? Вот. У нас обычно, как вот, есть видеонаблюдение, да? Которое показывает нам, значит, определенный объект, да? Там присутствие или отсутствие у кого-то. Можно пошевелить немножко камерой. А вот представьте себе, охранник может на этом роботе куда-то проехать, заглянуть, да? Открыть дверь. Ни в одном помещении, во многих, где-то в каждом свой роботик такой, да? Он подключен вот к центральному пункту, пульту, да? И таким образом весь огромный небоскреб может один человек обслуживать, вот, посетить все сомнительные места. Не забыли ли где-нибудь кран открытый, не забыли ли электричество или еще что-нибудь такое вот ужасное. Кстати говоря, вот, наверное, это можно назвать киборгом. Да, это киборг фактически. Это наш луноход. Он управлялся с Земли. И, то есть, вот этот луноход являлся продолжением человека, который сидел здесь на Земле и управлял им. Да, телемеханика есть такое слово. Ну, это, наверное, вот как раз, так сказать, шедевр телемеханики, да, за 300 тысяч километров этим луноходом, значит, с Земли, значит, человек, пилот лунохода управлял. А вот другой аппарат, это марсоход. Вот уже на Марсе находящийся аппарат Земли не управляешь. Он должен быть роботом. У него уже должен быть элемент искусственного интеллекта. Конечно, он может показать панораму землянам, да, которые им управляют. Они могут ему что-то посоветовать сделать, да, куда-то повернуть. Но в дальнейшем все конкретные действия, что вновь открывшиеся обстоятельства, он на них должен сам реагировать. Ну, вот. Ну, и под конец всё-таки о возможности найти искусственный интеллект, да. Ну, я свято верю, что искусственный интеллект придуман никогда не будет. Вот такой, который будет реально заменять человека. Но, тем не менее, некие программы, я так вот назову их условно, с элементами искусственного интеллекта, они, безусловно, существуют и просто та или иная степень элементов искусственного интеллекта. Чем сложнее цепочка проверок, заложенных в программу, ну, вот, скажем, я расскажу об одной своей знакомой программе компьютерной, которая имеет элементы искусственного интеллекта. Есть некая зависимость по времени какого-то процесса физического. Ну, скажем, там, я не знаю, спада наведённого поглощения, там, в каком-нибудь оптическом материале. Этот спад может объясняться распадом различных центров окраски, да. Центр просветления происходит. Одни центры окраски распадаются под одним законом, другие под другим. И надо наиболее оптимальным образом подобрать вот такую вот номенклатуру центров окраски, да. Но как? Каждый раз ведь можно это делать руками, человеческими руками. А когда этой информации много, с ума сойдёшь. И потом как-то отсутствует некая такая стандартность. Надо на кого-то переложить. Вот эта вот программа, на неё удалось переложить эти вычисления, она фактически, ну, за счёт большого количества всяких проверок, которых и не догадаешь, что они там делают, как он там рассуждает, да, всё этот робот в голове своей. Он приходил каждый раз к одинаковым решениям, вот, в общем-то говоря, наверное, правильным с физической точки зрения. То есть вот такие вот роботоисследователи, вот они уже появились. Вот я вам рассказал про роботоисследователи наведённого поглощения. Это вот на экране робот, который исследует поверхность Марса, да. Тем не менее, в массовом порядке роботы ещё не освоили такую вещь, как распознавание, скажем, текста, да. Вот на самом деле, вот когда вы заходите на какой-нибудь сайт, чтобы выяснить, не являетесь ли вы роботом, вам предлагают там набить, значит, в окошке пароля цифры, которые вам же предлагают, или буквы, да. Вот считается, что вы это поймёте как человек. А вот робот, эти перекорёженные, перечёркнутые цифры, не сможет понять, распознать образ. Кстати, пару слов о распознавании образов. Это такая наука есть математическая, распознавание образов. Вот когда началась эпоха покорения космоса, нужны были очень радиационно-стойкие аппаратуры, радиационно-стойкие элементные базы, ну вот для того же робота, который по Марсу ползает, катается на колёсиках. Но как их выбрать? Оказалось, что одни и те же электронные микросхемы могут быть чуть более стойкими, чуть менее стойкими. Но это мы узнаем только когда мы их будем облучать, и будут они разрушены уже, испортятся. Как быть? Пришлось сделать следующее. Пришлось создать образ радиационно-стойкой и радиационно-нестойкой микросхемы. То есть снять все кучу параметров, которые с электронной микросхемы можно снять, и таким образом в н-мерном пространстве, в н-мерном количестве параметров, сформировался образ радиационно-стойкой и радиационно-нестойкой микросхемы. Так удалось для спутников отбирать радиационно-стойкие микросхемы. Всех благ, удачи, до свидания. Продолжение следует...